всем привет любителям рыбалки тем кто любит отдохнуть на водоеме или просто понаблюдать как кто-то рыбачит сегодня я хочу вам показать как я изготовляю фидерную снасть принципе очень простая снасть никаких излишек здесь не нужно все очень дешево недорого и с помощью умения своих рук я надеюсь у вас это получится вы изготовите хорошую оснастку прекрасно порыбачите и будете довольны ну начнем с того что на улице весна начнем с того что рыбка наша еще совсем не активна к этому нужно будет подойти в особенности с утончением поводочного материала поменьше и размер крючка возьмем ну и пружинка пружинка с огрузкой 25 грамм я подбирал такой такую пружинку для своего водоема у нас водоем сильно заелистые очень большой ил у нас и если побольше груз поставить она просто встрянет туда и это понимаю принципе рыбалка просто не получится и удовольствие мало будет и надо подойти к этому более грамотно и сделать хорошую снасть для этого беру вот такую пружиночку вот как всегда у меня под руками есть плетеный шнур мой недорогой power pro я использую для основной цели плетеный шнур диаметр 06 для того чтобы было надежно может быть это грубо для кого-то но принципе не вопрос так и потоньше это все зависит индивидуально от рыбака хочу сразу предупредить и сказать что не обязательно ставить шнур он у меня просто есть вот вполне реально поставить простую леску и не обязательно там дорогую леску просто хорошую подобрать леску которая хорошо держит которая желательно чтобы было без памяти вот и получится прекрасно все на леске но я почему-то отвык от лески сейчас все делаю с плетеного шнура ну приступим берем плетеный шнур протягиваем его через пружинку пружинка мы же видим она конусная то есть по шире сторону пружины мы ставим ко дну соответственно сюда мы обязательно не забываем ставить противоударные устройства и вот так можно назвать я ставлю бусинку это простая бусинка все-таки она свою работу сделает вот такая они продаются вот такие бусинки в наборах эти стоят чистые копейки просаживаю сюда вот бусинку вам видно после этого мне нужно обязательно взять вертлюжок я сегодня использую вот такой вертлюжок golden cage 14 номер идеально маленький вертлюжок ну тестовое значение очень даже приличное 4 килограмма для висения рыбалки этого достаточно будет с головой сейчас попробуем привязать вот этот вертлюжок наши основные нити вот есть про узлы я говорить не буду все вяжем кто как умеет кому как нравится ну есть много материала где можно научиться вязать как правильно вязать и и все остальное я просто время ваше не буду затягивать на узлы вот так то сделаем протянем и медленно делаем затяжку возьмем утятка неотъемлемая часть которая должна быть у вас с инструмента удобно проверять все и затягивать и вот затянули хорошенько проверили соответственно при затяжке обязательно проверяется вот крепость самого вертлюжка вот такой нагрузки выдержал значит будет держать и вашу рыбу лишние мы убираем вот получилось у нас вот такой узел смотрите вот получается вертлюжок я думаю вам видно его узел отбивничок наш который с бусинки и соответственно пружину вот есть все у нас вот таком сборе получилось вот здесь меня паренек попросил знакомый зашел и попросил чтобы ему соорудил такую знать как бы без лишних прибамбаса почему без прибамбаса это потому что там где он рыбачить у него очень много зацепов там старые корни лежат ну короче зацепа у него очень много и я как всегда ставлю еще дополнительно один крючок сверху чуть попозже я покажу как другая снать будет делать но здесь ему просто сделаю без всяких лишних поводочков соответственно я выбираю мне достаточно будет для моего фидера достаточно будет вот такой длины для того чтобы точно я вам скажу то есть вот недостаточно длины вот такого отмерю вот линейка не стоит 20 сантиметров вот больше не надо во первых чем вы удобнее сделайте вот эту дистанцию своего снасти это удобно будет при забросе вот здесь соответственно я делаю свою петелечку делаю двойной узел служит для крепости и для надежности потому что есть есть зацепи иногда придется очень хорошо тянуть беру круглоупцей и затягиваю хорошо свой узел вот так соответственно лишнее мы убираем вот получается вот такая оснастка что нам нужно еще для оснастки так как меня знакомый профессиональный крючок здесь будет а не крючок для этого я всегда выбираю свои крючочки проверенные крючочки виновские возьму четвертый номер вот такой вот сейчас возьму свой плетеный шнур это диаметр шнура как всегда я использую не очень толстый не очень грубый но тем не менее на сегодняшний день для нашего водоема я вполне реально знаю что мне нужно второй диаметр нити и сейчас привязываем крючок вот уже маленький не вижу в любом случае буду периодически заходить заходить на панель на шоке не забывал можешь вспоминяться карты памяти флешки можно подключить и коротим хорошо затягиваем до свидания хорошо затянули лишнее убираем и делаем длину поводка снова же длину поводка вам придется каждому с рыбаку подбирать свою длину на течение это подлиннее поводок на стоячих водоемах это покороче вот поводок но факт практике показывает одно ранее весной я делаю всегда покороче поводки этого поводка я сделаю не длиннее своей кормушки и это у меня получится если с линейкой смирить это порядка 5 сантиметров поводочек сантиметров снова я делаю петельку у меня крючки на верхушке всегда съемные в любой момент я могу заменить свой поводочек заменить крючочек размер крючка 4 потому что я думаю что по первую по первой рыбалке все-таки мы будем рыбачить так как максимум все-таки мотель будет обязательно ставлю на свой крючок противозакрутиватель тоже меряю противозакрутиватель достаточно где мой крючочек есть такой крючок который используется при ловле бойлами очень удобная штука смачиваю и просаживаю это противозакрутиватель вот на крючок соответственно это все пойдет у меня сейчас на поводок вот есть все почти готово и цепляю к своему вертлюжку вот все вот такая штучка у меня получилось вот моя снасть и готова это все очень быстро просто и без всяких прибамбасов видите вот кормушечка работает один крючок с поводочком маленький крючочек прекрасно на него будет насаживаться мотель может кто-то опарыша еще подденет или пенопласт или кук это уже все на любителя будете смотреть по рыбалке вот вся снасть моя готова в принципе все кого же будет вопросы задавайте с удовольствием дам ответ всем удачной рыбалки пока